Друзья, всем привет! В этом видео я поделюсь с вами лайфхаками, советами, а также инструкциями по аккумуляторам для моделей МН, ВПЛ, допустим, для этой тачки, и подобных, похожих других моделях, на которых вы используете вот такие аккумуляторы. Это аккумуляторы, сделанные из двух банок, двухбоночные аккумуляторы, литий-ионные аккумуляторы, они отличаются от литиполимерных, допустим, вот это литиполимерный аккумулятор, такой аккумулятор будет больше емкости, он будет с высокой токоотдачей, и он используется уже на моделях 10-го масштаба и более. На моделях ВПЛ и МН чаще всего используются вот такие аккумуляторы, они могут быть разной емкости, в нашем случае это 1800 мАч, емкость проверена, аккумуляторы мы берем с фабрики в Китае. Вот еще похожий аккумулятор на 1200 мАч, это стоковый аккумулятор от модели МН. Аккумуляторы имеют, казалось бы, разные разъемы, но функционал у этих разъемов одинаковый. Давайте начнем с разъемов на аккумуляторе. Значит, друзья, на вашем аккумуляторе может быть либо один разъем трехпиновый, еще раз мы говорим про двух баночные аккумуляторы, это важно, там в названии видео это напишем. Вот, то есть, либо такой разъем, либо два коннектора, соответственно, один у вас идет, как бы, типа силовой для питания, другой идет для балансировки и для заряда через балансир. Это важно. То есть, что можно сказать, посмотреть на два этих аккумулятора? То, что, в принципе, они одинаковые, они идентичные. Особенно если вот так его повернуть, да, мы видим, что красный провод у нас всегда плюс, всегда черный провод у нас всегда минус. И на этом аккумуляторе сделано так, что просто как бы два этих провода объединены в один провод. То есть, через этот провод у нас и питается модель, и через этот же провод у нас балансируются банки. Что такое балансир банок? Данный провод находится между двух банок. Для того, чтобы в момент заряда распределять между этими банками, да, я буду говорить перед простыми и очень понятными всем словами, да, представим, что эти аккумуляторы, это два ведра. Одно ведро, второе ведро. Вот чтобы два этих ведра полностью наполнились водой, да, зарядом в данном случае, то, собственно, нам и нужен вот этот вот проводочек средний. Он распределяет, сколько воды будет залито в каждую из банок. Для того, чтобы залить полностью две банки, как говорится, по самые края. А не так, чтобы одна банка была залита по самые края, а другая банка была заряжена наполовину. Понимаете, да, для этого нужен балансировочный провод. Вот. То есть, это вот отличие, которое, казалось бы, отличие, но на самом деле аккумуляторы одинаковые абсолютно, да. Просто один с двумя проводами, другой у нас с одним проводом. И еще раз, обращайте внимание всегда на красный провод это плюс, черный провод это минус. Это вам нужно для того, чтобы правильно включать вашу модель и не перепутывать полярность. Далее переходим к зарядным устройствам. Ребята, зарядные устройства. Чаще всего с моделями ВПЛ и МН вы будете встречать зарядки по типу вот таких вот. Их называют ночники. Почему ночники? Потому что они долго заряжают аккумуляторы. Либо это сразу блок, который втыкается в розетку с коннектором для заряда. Обратите внимание, да. Белый коннектор. О чем нам говорит? С тремя проводочками. О том, что мы будем заряжать аккумулятор через балансировочный провод. Он подходит, он стыкуется. Включили. На данной зарядке сразу же загорается индикатор зелененький. Это означает то, что мы все правильно подключили. Если подключите неправильно, поменяйте полярность, то индикатор здесь не загорится. Далее можно воткнуть это сразу, казалось бы, в розетку, и аккумулятор начал бы заряжаться. Да, это так, но мы сейчас не об этом говорим. Встречается вот такой тип коннекторов на моделях МН и ВПЛ. Опять же, обратите внимание, да, три штырька, то есть три пина, но коннектор черного цвета. На нашем коннекторе вот здесь сверху отломано ушко, где-то нам еще такое ушко. И, да, если мы с вами посмотрим внимательно, то данный коннектор у нас сделал как раз для вот такого типа аккумуляторов. Подсоединяем и заряжаем. На данной зарядке у нас отсутствует индикация. Она загорается, когда мы включаем это все дело в USB. Да, то есть, видимо, здесь USB-разъем. В обычную зарядку для телефонов 5-вольтовую включаем данный плачок, данную зарядку, она заряжает аккумулятор. Вот, по индикации давайте сразу, да, друзья. Как правило, стандартная индикация. Это красная, значит, аккумулятор разряжен, либо с ним что-то не в порядке. Красно-зеленая, то есть, когда светодиод горит и тема другим цветом, значит, идет заряд. Когда горит чисто зеленым цветом, как вы видели в видео, значит, аккумулятор полностью заряжен. Также встречаются, ну, не то, что встречаются, а отдельно можно купить вот такую зарядку, например, iMax B6. Это хорошая зарядная. Приобрести его можно, кстати, у нас на нашем сайте. Можете его у китайцев купить. Вот. Оно способно оживлять подобные аккумуляторы. Оно способно заряжать аккумуляторы большинства типов. Это и литий-ионный, и литий-полимерный, и металлогидридный, и... Что еще мне в голову приходит? Я говорю, все аккумуляторы, большинство, точнее, не то, что все, а большинство аккумуляторов, которые сейчас у нас есть. Вот здесь написано, смотрите, подсказка мне. Вот. Способно заряжать это зарядное устройство. И алгоритм зарядки на этом устройстве, он, во-первых, быстрее. То есть, данное зарядное устройство, вот такие аккумуляторы, и вот такие аккумуляторы, вообще все другие аккумуляторы зарядит намного быстрее, чем вот такие простенькие зарядки. Это нужно понимать. Но такие зарядные, вот эти зарядные, в комплекте с моделью вам не дает производитель, потому что они довольно дорогие, и приобретаются отдельно. Вот. Так. Ребят, разобрались с разъемами, разобрались с типами зарядок, разобрались с коннекторами. Встречаются также еще всякие другие коннекторы, там 4-пиновые коннекторы я видел в последнее время. Но об этом, наверное, стоит записать отдельное видео вообще, потому что они редко встречаются. То есть, основная масса, это именно вот это вы видите, вот это вы видите, когда приобретаете модель ВПЛ, либо МН, да. И еще раз, возвращаясь к разъемам, смотрите внимательно на ваши разъемчики, и замечайте на них красный провод и черный провод. На 2-баночных аккумуляторах всегда будет 3 провода. Один для балансира, средний, и два провода, это у нас плюс и минус. Теперь, друзья, переходим к лайфхакам, так называемым. Первый лайфхак или ответ на вопрос, А что делать, если я разрядил аккумулятор в ноль? И моя вот эта обычная зарядка ночник не способен его восстановить, или он его не подхватывает. Ребят, для этого нам потребуется, ну, в моем случае это светодиод, от которого сейчас отломаю ножки, либо же скрепка, тоненькая скрепка. Смотрите, что если буду делать, сейчас вам покажу. Лайфхак 1. Глянь, какие ножки прочные, не хотят отломаться, обычно отваливаются на 1-2. Не фига себе. Ладно. Стопэ. 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 Ножницы видишь, нет? Хорошо. Стопэ. Так, ребята, мы прибегаем к такому немножечко нестандартному методу. Ножницами откусывают ножки, ладно. Откусили ножки от светодиодов, либо скрепка. Ребят, значит, что я вам сейчас покажу? Смотрите. У вас, ну, в данном случае должно быть два аккумулятора. Причем один заряженный, другой разряженный. Это, как бы, золотое правило. Тогда вы сможете, так сказать, помочь умершему, да, оживить его, сделать ему искусственное дыхание. Значит, смотрим, да. Допустим, у нас вот этот аккумулятор заряжен, а вот этот вот мы разрядили в ноль. И зарядка его не хочет подцеплять, она не хочет его заряжать, она вообще с ним ничего не хочет делать. Простая зарядка, я имею в виду, да. Что мы можем сделать? Мы с вами вот так вот сопоставляем коннекторы. Это может быть два белых коннектора, это может быть два черных коннектора. Эти коннекторы должны быть обязательно с тремя проводами. Сопоставляем, чтобы был плюс с плюсом, минус с минусом, балансир с балансиром. Втыкаем аккуратно, ребят, аккуратно, вот здесь вот потребуется прям аккуратность и внимательность, и сосредоточенность. Не замыкая эти коннекторы, точнее контакты, да, не замыкая, иначе будет у вас прям аккуратно это делать. Я, кстати, сейчас сейчас сижу, думаю, блин, чему я детей учу? Ребят, это нужно очень аккуратно делать. Я отвечаю, лучше попросите взрослых, попросите папу там или маму. Вот, и смотрите, что я делаю, да, я соединяю аккумуляторы. Красный с красным, синий синий, черный с черным. И вот в таком состоянии, да, наш аккумулятор, который заряжен, делает искусственное дыхание аккумулятору, который разряжен. Оставляем так их буквально на 10 минут, 5-10 минут, больше не нужно. И что происходит? Давайте, да, опять представим воду и ведра. Вода из ведер этого аккумулятора сейчас по проводам перетекает в ведра этого аккумулятора. То есть этот аккумулятор делится своей энергией, делится своим зарядом с этим аккумулятором. Делает ему искусственное дыхание. Спустя там буквально 5 минут вы можете отсоединить аккумуляторы. Опять же, аккуратно их аккуратно отсоединить, да, чтобы вот эти коннекторы не замкнули. Отсоединить, вытащить аккуратненько сразу все эти штучки и спокойно поставить данный аккумулятор, который был умерший, да, на зарядку. То есть в нем уже есть напряжение, в нем есть заряд, зарядка его подцепит. Почему так происходит, да, почему мертвые аккумуляторы данной зарядки не заряжают? Потому что, ребят, у них в алгоритме прописано, что если аккумулятор разрядился ниже чем 6 вольт, да, то есть по 3 вольта на каждую банку, на каждое ядро, то все, нельзя заряжать. Считается аккумулятор испорченным и зарядке он, типа, не подлежит. Это алгоритм, скорее всего, какой-то стандарт, наверное, прописанный в правилах, да, мировых, я так выразил, даже выражусь, вот, да. Поэтому, ребят, есть такая вот и проблема, и сразу же ее решение. Вот данная зарядка, вот эта зарядка, да, она способна сделать, по сути, искусственное дыхание аккумулятору в режиме металгельвида. То есть принудительно можно подать напряжение на данный аккумулятор, также залить в него, в его ведра, да, немножко воды, и потом уже зарядить его на обычном режиме, в обычном режиме, точнее, для литий-полимерных аккумуляторов. Да, вот. Переходим дальше. Как нам зарядить? Допустим, у нас есть, или мы купили там аккумулятор, да, вот с таким разъемом, да, а у нас, а вот такой разъем, беленький. И зарядка одна. И мы такие, а, что делать? Это, опять же, ребята, ответ на вопрос, который вы часто задаете. А как нам зарядить? Значит, давайте, хорошо, а как вам зарядить? Смотрите, у нас есть две зарядки. Как вы видите, одну из них я немножко погрыз кусачками. Я отломал у нее вот эту среднюю часть и боковинки. Видите? На функционал это никак не повлияло вообще. То есть, что в эту, что в другую зарядку я могу воткнуть, да, вот смотрите, загорается зеленым. Я могу воткнуть данный аккумулятор, все работает. Я втыкаю его вот этими усиками, так сказать, кверху, да. На другой зарядке все то же самое абсолютно. Я втыкаю, загорается усиками кверху. Просто здесь у нас вот типа фиксатор есть. Для чего я отломал этот фиксатор? Для того, чтобы вот этой зарядкой сейчас можно было зарядить вот такой разъем. Смотрите, да, внимательно. Смотрим, ребят, смотрим. У нас, когда мы вставляем, красный провод находится сейчас снизу. Что мы делаем? Мы берем нашу зарядочку. В данном случае красный провод снизу. Усика, или какая-то ножка, это получается с другой стороны. Отломал я верхнюю часть для того, чтобы можно было подлезть и заканутиться. Вставляем. Все загорается. Можно заряжать аккумулятор. То есть, вставили, вставляем в розетку. Сейчас. Нужно поплотнее вставлять. Вот. Оп. Все. Можно заряжать аккумулятор. Видите? Я черный коннектор вставил в белый разъем. Все работает, все заряжается. Главное соблюдать полярность. Если вставить не той полярностью. Вот, допустим, я сейчас вставляю не той полярностью. Поменяю местами здесь. Ничего не загорается. Это говорит нам о том, что мы неправильно вставили. То есть, возьмите просто... Вставьте правильно. Переконнектите. Вот, видите, все загорелось. Обратная сторона. Что делать, когда у нас, наоборот, есть вот такой черный провод. Черный коннектор. Да. Для вот такого разъема. А аккумуляторы у нас вот такие. Ребята, то же самое. Все аналогично. Опять же. Смотрим. Вставляем. У нас красный провод в данном случае получается где сейчас? Сверху. Сверху красный провод. Берем данный разъем. Опять же. Переворачиваем его. Переворачиваем его. Чтобы красный провод был сверху. И вставляем. У нас здесь есть отверстие. Вставляем его. Оп. Внутрь. Кстати, вот эти черные коннекторы, белые коннекторы гораздо плотнее залежают. Все. Сверху. Мы с вами можем заряжать аккумулятор. Черный коннектор. Белый коннектор. Сопоставимы. Ребят, пользуйтесь. И заряжайте аккумулятор. Я к чему? Я к тому, что можно заряжать такими зарядками. Эти аккумуляторы. Такими зарядками. Эти аккумуляторы. То есть. На что следует обращать внимание. На то, как подключен ваш коннектор. И смотреть на провода. На красный провод. И на черный провод. Вот. Совмещать другой аккумулятор теми же самыми проводами. И все. У вас будет заряжаться и работать. Друзья. На этом. У нас. Я смотрю сейчас. Тайминг. 14 минут. Ну, там понятнее дело. Мы порежем. На этом, ребята, у нас сегодня все. Ставьте лайки. Делитесь этим видео с вашими друзьями. Вот. Обращайтесь к взрослым и к родителям. Если вы ребенок. И вам нужно сделать искусственное дыхание аккумулятором. То есть. Я, ребят, все-таки, да. Я еще раз на этом сакцентирую. Не делайте сами. Потому что. Можно обжечься. Да. Эти коннекторы. Если вы их замкнете, могут нагреться сильно. И вы все пальцы обожжете. Вот. Может аккумулятор у вас вообще испортится. И опять же тоже нагреться. Поэтому лучше с родителями. Ребят. Лучше с родителями. Аккуратненько. То, что было. Да. На это стоит обратить внимание. Я, как бы сказать. Так сказать. Показал вам. Взял на себя ответственность. Показать вам такой способ. Он рабочий. Да. Но требует аккуратности. Все. Ребят. С вас лайк. Подписка. И отличной жизни вам. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok